добрый вечер друзья зачитываю вопрос нам на дорожку такой относительно большой но интересный здравствуйте уже уважаемый михаил и светлана наша семья большим почтением относится к вам и к тому что вы делаете уже довольно давно смотрим ваши видео на ю тубе и следим за новыми поверьте нам это очень интересно то есть там несколько так также с большим интересом читаю вашу книгу нет ни ту которую вы написали в 1982 году междугородные телефонные станции а мог бы это тоже почитать а совсем свежую американские горки на виражах иммиграции где вы описываете в седьмой главе две категории людей позвольте вам процитировать вас процитировать люди первой категории ведь верят что можно получить благо этого мира не давая ничего взамен люди второй категории верят что чем больше ты отдаешь тем больше тебе вернется моя мама тут уже оказывается мама то они вдвоем смотрят наши видео моя мама относится к первой категории вы извините может это не совсем удачный пример но почему-то именно это мне пришло в голову читая ваши строки так вот все началось примерно девяносто шестом девяносто седьмом годах 20 лет почти мы жили в кыргызстане к нам страну стали приезжать бизнесмены запада идея была простая сетевой маркетинг пирамида как сейчас помню название самой первой фирмы гербалайф а как я помню гербалайф боже и они меняются с периодичностью месяц два три полгода мама сама переходит разочаровываясь в них сама переходит из одной в другую вступить фирму стоит денег затем нужно под собой подписать двоих четверых шестерых и так в геометрической прогрессии стоимость входа фирмы от 500 до 1000 долларов сша затем когда сумма переваливает за 10 тысяч долларов мама разочаровывается и переходит дальше в новую фирму вот уже точно суперскую фирму они растут как грибы и откуда у людей такие деньги и так продолжается из года в год спонсором моей мамы является мой папа как я не отговаривал маму все бесполезно и папа финансово поддерживал ее только из-за любви к ней я присутствовал на их лекции они приводят в пример роберта киесаки который написал книгу богатый папа бедный папа еще раз много разных миллионеров но никто кого я знаю из этих участников не стал миллионером кроме тех людей которые приехали с запада и дали им эту идею я вас уверяю те кто с запада приехал тоже бедный я познаю много таких да да и свои деньги идея простая просто дай мне свои деньги и ничего не делай ну это вашей интерпретации так хорошо и они будут расти и расти и расти и ты станешь миллионером сейчас родители вышли на пенсию папина финансирование мамы сошло на нет и мамин пыл паутих но все-таки есть позитив но нет нет да и раз в полгода такие сдаст какое-нибудь украшение в ломбард и запишется в очередную фирму за 300 500 долларов сша может быть это вопрос больше к светлане кстати моя мама тоже зовут светлана как быть таким людям которые попадают в такую зависимость мне вспоминается отрывок из моей жизни когда я маленький с мамой смотрю фильм буратино как буратино закапывает монеты в поле чудес и мы смеемся над ним и вот сейчас мама совершает то же самое не понимает этого буду очень рад если ответите на мой вопрос ответим чуть тут не ответить а давайте мы значит побеседуем о маме значит первое что мне так бросается в глаза из этой истории драматической это то что мама очень успешная вы посмотрите она с чистотой там 234 раза в год попадает в какой-то network маркетинг какую-то систему это ей стоит там долларов 500 чтобы туда войти и дальше она подписывает под собой людей значит доходит до десяти тысяч долларов и потом ей наскучивает причем наскучивает ей не сам сетевой маркетинг в котором она достаточно успешная судя по этому рассказу то есть она несмотря на то что она с такой чистотой это все делает потом бросает тем самым подводя людей которые тоже потратили деньги под ней подписывали и слушали ее презентации они по идее должны были бы ну как-то разочароваться в ней и не давать ей дальше там эти 500 долларов то были 1000 долларов то есть наверное это каждый раз другие люди а может быть наоборот она им нравится этим людям они с ней идут и зад из одной сети в другую я уж там не знаю как это получается но мама выглядит как очень успешный человек и если что у нее не получается она не доводит дело до конца то есть она прежде чем разрастется настолько что скажем денег много и она уже и как бы сказать уже и не бросишь такое хотя можно продать да то есть во многих сетевых компаниях там можно продать свою долю но я не вижу чтобы она разочаровывалась в самом сетевом маркетинге он как раз ей нравится она разочаровывается в продукте которым торгует который распространяет я это так понимаю вот и мысль о том что можно заработать и и ничего не делая и вот это вот монетку закопать на поле чудес в стране дураков это явно не то как мама понимает систему потому что если ничего не делать под тобой не появится 248 или как там это все значит там по степеням двойки я я не знаю там стали но безусловно за этим стоит труд нужно готовить эти презентации нужно делать эти презентации нужно находить людей которые будут ходить на эти презентации это колоссальный адский труд в той самой книге которую вот молодой человек читает мамой моей книги он там читает главу 7 о том что вот есть люди которые верят там ну там есть момент даже есть люди которые верят что можно на халяву получать есть люди которые верят что надо работать в этой же самой книге есть голова о том как мы со светланой попадали в разные там network маркетинговой компании и наверно приключилась на нашей жизни их там вот таких что мы там сами участвовали может быть 3 даже я я не бы не беру и сказать вот и и в двух мы даже были как-то относительно успешными я не знаю даже ну то есть это зарабатывали там по паре тысяч в месяц вот такого плана но дело даже не в этом дело в том что мы как-то включились очень сильно в изучение основ и мы ездили на всякие конференции тренинги там и так далее несколько лет жизни мы ну параллельно с другими делами конечно не это не было основным содержанием но мы как-то изучали вникали мы познакомились с очень таким с очень серьезным количеством людей которые успешны которые там хорошие деньги зарабатывают и при этом симпатичные вполне приличные люди то есть мы и таких тоже видели и мы мы все время смотрели на их и думали как вот как они это делают я не говорю про те кто там ходит и обманывают и апеллирует к некомпетентности людей к жадности к каким-то вот чувством таким мы все сталкивались с зомбированными совершенно ну как сказать неуместными людьми которые тошнотное чувство вызывают своими попытками что-то втюхать в пиндюрить не и так далее мы все через это прошли как вопрос как люди которые нам знают кого-то но я -то видел таких которые действительно успешны и вот я описываю там это все в этой книжке про наш опыт сетевым маркетингом поэтому я думаю что можно было бы маме дать почитать в эту главку может быть она что-то для себя там не знаю из нашего опыта но и у меня такое ощущение что у нее больше опыта чем у нас то есть она как участвовала в большом количестве сетей там и так далее я не знаю то есть может оказаться что она лучше нас это дело понимает во всяком случае мне никогда не было легко там кого-то агитировать там за сетевой маркетинг я даже не знаю вот у нас не было большой сети там или что-то хотя продукция которая там вот у нас была она была хорошим мы пользуемся до сих пор уже много лет прошло бы очень преданных таскать идеи продукции мы просто никого в бизнес не втягиваем нам это претит так скажем то есть когда мы поняли в какой-то момент что мы не хотим этим заниматься это это не то что вот мы хотим делать в этой жизни так вот мама я не знаю вас там свои какие-то разговоры с мамой может быть мама вам расскажет что так что то такое чего я не вижу в этом рассказе может быть мама говорит вот я там сейчас поработаю пару лет а после этого я смогу расслабиться и буду грести деньги лопаты я не знаю вот лет этого не прозвучал вот прозвучал только что она в одну в одну компанию в другую компанию она пытается найти правильную компанию ну вот у нее слабость такая вот ей это нравится и я не знаю может быть это конечно вот пешкеки там какие-то жуткие деньги или где-то в киргизии живут в киргизистане вот может быть это какие-то очень большие деньги если деньги небольшие то ну в конце концов но человека фан такой хотя у меня сложилось ощущение что она не только отбивает эти деньги но еще и сверху у нее остается вот там эта сумма в 10 тысяч я я ее воспринял как то что она зарабатывает 10 тысяч она как заработает 10 тысяч но если она начала с 500 долларов или даже с тысячи и заработала 10 я считаю это неплохо если она три раза в год это сделала так она тридцатник заработала ничего себе хорошее дело вообще значит да у нас совсем недавно было видео где михаил бородянский рассказывал он такой вебинар делал назывался он там красный вектор в эмиграции да то есть там система психологической классификации вот так же как допустим вот есть там по 12 векторам фактически работает астрологическая система вот есть 12 векторов да вот я там значит телец да почему я телец потому что вот у меня там солнце было в тельце в момент моего рождения но там же не только солнце да получается что вот по-разным у меня есть 12 векторов у нас у всех есть 12 векторов да там все эти значит созвездия их 12 и когда ты рождаешься то вот разные планеты там светило у тебя оказывается в разных там местах то есть в каждом векторе у тебя есть какое-то значение вот у михаила бородянского другая там система и там 8 векторов и вот каждый человек он в каждом из 8 векторов имеет какую-то какую-то составляющую вот значит он их там называет по цветам потому что если называть не по цветам то может быть не так все это симпатично будет звучать вот он рассказывает про красный вектор целый час и я видел там много комментариев таких ребята себя узнавали в этом во всем ой горит прям все про меня как здорово рассказано там и так далее тогда вы можете послушать или еще лучше дайте маме послушать про красный вектор также вы можете пойти на сайт михаила бородянского и там качнуть бесплатно там книжка есть где все эти вектора расписаны вы можете там же тест взять и посмотреть какой у нее расклад там этих векторов значит вот то что я понял из рассказов у мамы как раз вот очень такой сильный красный вектор это значит что она увлекается она все время там но с одного дела на другое дело ей очень трудно что-то доводить до конца есть люди которым трудно доводить до конца но это лидеры понимаете у них есть люди которых они подгребают в команду который за ними доводит до конца но кто-то должен вот это делать вот это красный вектор поэтому у мамы единственное единственное что значит вот происходит в этой ситуации она не может довести до конца как человек красного вектора ярко выраженного она легко загорается и легко бросает она легко заводит других людей это все красный вектор но как я это понимаю там есть люди более тонко разбирающим значит поэтому она такая ну понимаете она мама такая значит или папа или там вы я не знаю кто но вот кто-то должен быть с ней в команде кто скажет значит давай так мы делаем вместе да и ты берешь на себя вот эту часть а я беру на себя вот эту часть и тогда пойдут деньги и тогда пойдет ну что то такое пойдет если это то что я думаю значит потому что в вашем изложении получается что мама она просто как дитя малая она такая увлекающаяся и вот уже там до пенсии до желания 55 лет значит и вот она ну вот верит какие-то сказки сейчас ничего не делая там кучу денег и так далее она при этом зажигает куда-то несется и очень то есть живой полной энергии человек поэтому вот ей не хватает ей не хватает команды еще раз в моем понимании в моем прочтении вот этого письма вот если мы перейдем к восприятию молодого человека что вот есть мама она как дитя малая верит во всякую ерунду и вот у нее такая как бы наркомания там и так далее но послушайте установите какой-то бюджет но но в конце концов есть люди которые любят там с рюкзаком там уходить это тоже расходное дело давайте вот попробуйте сейчас поехать к ним там на или брус или там в дамбай какой-нибудь далее там куда там люди ездят там теньшань или я уж не говорю про гималайи это расходное дело давайте но у людей такой фан у них такое вот значит в жизни развлечений она же от этого не как сказать ну она зла никакого не делает она не хочет никому причинить зла вот но вы можете сказать что людей которых она вовлекает она им причиняет зло я уже не знаю но они взрослые они такие же взрослые какая она поэтому я уж не знаю я думаю что они тоже соображают должны соображать то что они делают поэтому она благонамеренная она не разрушает финансы семьи если она разрушает финансы семьи то вы тогда должны есть как мама буду тебя есть вот такая сумма на год это твой фан да ну вот давай пожалуйста вот я не знаю что случилось с колечками которые она сдала в ломбард потому что если она зарабатывает чтобы их выкупить она может иметь такое знаете неразменное такое колечко или вот как неразменный рубль или там серебряная пуля вот такого плана ты его туда запускаешь она потом возвращается такое бумеранг колечко бумеранг если она сама себе отрабатывает так так и хорошо она с этим колечко может вступить еще куда-то если колечко пропадает то тогда она естественным образом придет такое место когда у нее больше колечек не останется но я не знаю я не вижу какой-то большой беды честно вот если ей это в радость чем чего ее трогаете ну ну такие в радость вам может быть тоже что-то такое в радость что маме например ну она бы этого делать не стала но она же вам не мешает поэтому сколько там той жизни господи люди верят в разные вещи пойти одни там в иисуса другие там я не знаю там валаха 3 там еще чего то дай им бог здоровья пусть они верят во что хотят если они зла зла не 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 причиняют никому если им это в радость ну так и отлично чем чем плохо и правда я не я не вижу то есть если если вот кроме денег там каких-то но если это болезненно конечно то есть мы должны какой-то бюджет и установить там раз в год там искать мам поскольку бюджет ограниченный давай так ты вот участвуешь только раз в год чаще ты фирму не меняешь вот уже взялась год иначе год будешь этим заниматься можно за год там разовьется и не надо будет и жалко будет бросить я не знаю может начнет зарабатывать что-то такое ощутимое в общем может я не очень понял эту историю то что мне показалось что она реально зарабатывает вот 10 тысяч а потом бросает что казалось бы жуткие деньги да ну в общем не знаю можете ничего не так понял в общем молодому человеку не переживать маме привет если она прочитает то что я там написал про сетевой маркетинг и ее заинтересует я буду очень рад наверное все у меня на самом деле даже несколько видео было на эту тему если вы поищите там на канале на сетевой маркетинг наверное они найдутся я помню что я рассказывал что-то об этом счастливо